Клён я уже свой раскрыла. Я хочу показать, какого он сейчас яркого цвета. Бордовый лист. Яркий бордовый лист. И сегодняшние ливневые дожди стойко выдержал. Ну, а ещё ливневый дождь, просто стена из дождя стойко выдержал. Красивый, яркий, очень яркий. Сейчас солнца нет. У нас пасмурная погода. И, наверное, снова сегодня будет дождь. Рододендра нам всё нравится. Они сидят в лёгком грунте, поэтому им всё нравится. Азалия. Я её пересаживала с другого места. Видео выйдет немножко позже. Подкупила грунт. Нужно подсыпать кислый грунт к её корням, потому что немного углубления. Я обрезала все сухие. Ещё не все. Вижу, что ещё не все. Ещё есть что обрезать. И в зале после пересадки, после всех моих действий, она ожила. Всё с ней, думаю, будет хорошо. И даже бутон остался. Вот он, бутончик ярко-розового цвета. Ещё не раскрылись цветы на рододендренах, потому что льют дожди и перепады температуры. А бухли вот-вот раскроются. МОХ ОЖИЛ После дождей он позеленел, потому что после зимы он был коричневого цвета. Уже практически его вот таким как-то... Субтитры сделал DimaTorzok Дождя Всегда очень сильно страдает от дождя, от вымокания пижма Городянова. Не любит она замокания и не любит частых поливов, поэтому пижму, конечно, лучше высаживать на каких-то песчаных почвах, на каменистых почвах. У меня здесь чернозём. И очень часто вымокает, пропадает. Я её потом стригу, восстанавливаю. Ну, пока есть несколько кустиков. И у меня уже есть планы сделать такую каменистую местность, не скажу, что горку, просто такую каменистую, песочно-каменистую местность и высадить туда растения, которые не любят замокания. Кстати говоря, это и луковичные, это мои лилии, потому что боюсь, что эту весну, такую очень обильно дождливую, могут не пережить мои лилии. Розовеет император цилиндрическая, немножко, немножко краснеет. Нет солнца, нет яркости. Не любят излаковые травы, такого заливания дождями, такого замокания. Не нравится это и очиткам, не нравится гехерам. В принципе, не нравится ни одному растению, которое растёт здесь у меня, на этой клумбе. Очень яркий остров. Не обращайте внимания, конечно, на мусор, потому что убрать мусор тоже нет возможности. Сейчас покажу, как я прикрываю свои гехеры от такого вымокания. Потом уберу ящики и покажу, как они выглядят. Чтобы вовнутрь кочки не попадало слишком много воды. Сейчас всё это сниму, потому что солнышко. И когда будет дождь, снова прикрою. Под коробками им намного лучше. Во время дождей уже обратила на это внимание. Когда укрывают такими пластиковыми коробами, они бодренькие. После ливня они всё равно стоят бодренькие. Убрала лосовидную осоку и уже аурея лучше смотрится. Мне кажется, даже более жёлтого цвета она стала. Субтитры создавал DimaTorzok Мне нравится такая яркая посадка. Миксованная клумба, миксованная горка или миксбордер. Не знаю, как правильно назвать эту посадку. Моно-посадки мне тоже нравятся. Я не скажу, что мне не нравятся. Моно-посадки я даже пытаюсь их сделать. У меня, конечно, такие посадки, можно даже сказать, как коллекционные, что ли, клумбы. Коллекционный сад. Потому что мне хочется иметь всё. Барбарисы всех расцветок. Всех сортов. Поэтому я их покупаю и высаживаю. Но мне такое нравится. Мне поднимает настроение. Вот такая посадка. Мне негде сделать моно-посадки. Мне просто нет на это места. После дождей много сорняков, много мусора. Ещё не полностью обрезала свои розы. Старое соцветие на кончиках роз. Из-за дождей. Всё из-за дождей. Постоянные дожди. Разве не красиво смотрится? Вот такие вот смешанные посадки. Пёстренькие. Это так поднимает настроение. Уже цвела магония подуболистная. И выпустила молодую листву. Медового цвета. Очень красивое. Блестящее растение. Молодая листва. Особенно блестящая. А сейчас ещё капельки дождя на ней. Смотрится. Очень эффектно. Здесь немножко не по месту. И я жалею. Всё время жалею. Её отсюда убрать. Пионы. Скоро распустятся. Несмотря на то, что здесь им мало солнца. Но бутонов очень много. И барбариса, о котором я хотела вам сказать. Это очень красивый. Яркий. Но ему нужно солнечное место. А здесь только в первой половине дня. Солнце. Это восточное солнце. А потом ему солнце не попадает. И он в середине лета зеленеет. И он в середине лета. Тенистая клумба. Тоже слишком много мусора сейчас. После дождя. Отцветают бронеры. Цветут уже долго. Достаточно долго. Месяц, наверное. Вышли хосты. Ещё не все. Нормально себя здесь чувствуют гейхеров. Очень неприхотливого сорта. Напишу на экране. Сорт гейхера. Посмотрите, какой большой лист. Высажена в обыкновенный грунт. Для этой гейхеры я даже не меняла грунт. Её было столько много. Столько много делёнок, что я даже не стала под неё покупать грунт. Тем более, что знаю, что она очень неприхотливая. Если не ошибаюсь, Лайм Рекс. А вот уже и пятнистая листва у медуницы сахарной появляется. Крупная, пятнистая, красивая листва после цветения. Когда она цветает, её маленькие листочки начинают отмирать. А медуница сам куст выпускает крупную, красивую пятнистую листву. И она потом на протяжении сезона украшает сад. Это медуница сахарная. Я её рассадила. Тоже здесь по всей клумбе любит тенистые места. Но солнца расти не будет. Ей нужна тень. Либо такая хорошая полутень. Брунеры тоже после цвета. Они выпускают крупную листву. И она потом растёт на протяжении всего сезона и украшает куст. После цветания вот эти вот все побеги, на которых она цвела, мы будем срезать. Это будет чуть попозже. Я пока ещё не режу брунеру, потому что ещё она красиво цветёт. Распустился первый бадан. Баданы пересажены в этом месте. Теперь они должны пережиться. Они не очень любят пересадку. КОНЕЦ газонов нет лужайки убираю дуванчики больше пока ничего не делала со своими газончиками еще одна тенистая клумба здесь сейчас некрасиво вот так страшно стоят ящики они прикрывают появившиеся побеги хост потому что у меня здесь бегает собака сломал уже несколько хост я решила их прикрыть пока ящиками пока они выйдут из почвы вот между прочим это тоже вот так установлено от собаки и сняла вчера ящик с этой хостой и на утро уже несколько оборванных листьев так что ящики будут здесь стоять вот вот гоняет птица это я здесь он вот там подальше если я отсюда уйду он будет в этом месте прыгать за птицами поэтому сейчас здесь ящики горшки будут стоять до тех пор пока все выйдет из почвы все хосты нарастят кусты эта травка так и будет сидеть в горшке в нем она себя лучше чувствует в контейнере кстати говоря чем в открытом грунте слабо кислый грунт рыхлый объем большой горшка очень большой объем я не знаю сколько 10 литров может быть даже 40 и афиа афиа погон плоскострелы чувствовать себя здесь прекрасно и зимой собиралась его разделить но не разделила можно было разделить травка вечно зеленая очень красивое растение нужно либо покрасить горшок либо пересадить какой-нибудь другой более подходящий хотелось бы немножечко пониже горшок и другой формы на мой взгляд некрасиво это смотрится в этом горшке совершенно не подходит по цвету но пока так очень много разных дел это все подождет здесь тоже у меня вот такая вот лаймовая гейхера неприхотливая рассадила здесь слишком много деленок очень неприхотливая я даже должна сказать что наверное самая неприхотливая из всех моих гейхер самая неприхотливая и очень красивая салатово лаймовый такой цвет летом становится немножечко темнее в тени тоже становится немножечко более зеленого цвета это тоже неприхотливая сорт но не настолько как зеленый прикрыты некоторые еще черенки я показывала я их делила и прикрывала эти уже открыла это деленки это не черенки это деленки они у меня открыты бодренько стоят нормально себя чувствует здесь все еще прикрыта моя самая прихотливая капризная гейхера прикрыта от дождя надо бы ведро сменить потому что это с цементами она темная нужно поставить на нее более светлое ведро к сожалению не могу назвать сорта но могу показать какие неприхотливые вот такая медовая листва молодая листва выходит вот такого розового цвета вот она и очень неприхотливый сорт но у меня она неприхотливая рассаживаю растет выходит легко из зимы переносит хорошо жару в общем а это гейхерила очень прихотливая трудно найти для нее место но пока растет не пересажены хвойные растения погода не дала сделать все что хотелось я открыла крупнолистный гортензий очень плохо вышла из зимы моя пильчатая гортензия очень плохой у нее вид почки слабые практически безжизненные я не знаю в чем дело честно говоря все одинаково были укрыты одинаково зимовали кто-то вот такой как эти две а кто-то вот такой как это лил дождь и я так все разбросала еще не убрала гейхеры спрятаны под качелью от ливня им не нужен очень сильный полив здесь они у меня прячутся прошлогодние пионы травянистые пионы завязывать бутоны честно да по листу пройтись удобрением фосфорно-калийным уже хочется спрятать эти листья нарциссов нужно их приложить я их связываю или сплетаю в косички и прикладываю чтобы они не мешали еще один молодой пион мало побегов здесь можно было добавить какого-нибудь азотного удобрения чтобы нарастил куст можно еще добавить еще не поздно конец апреля конечно но можно добавить пусть наращивает кустик ну что это два побега а бутон надо бы удалить не нужно ему процвести в этом году потому что молодой слабый кустик разочарование сезона тюльпаны из флориума и наверное больше во флориуме я заказывать луковицы пока не буду в ближайшие годы вот эти я не заказывала вообще такого цвета эти тоже не соответствуют заявленному и эти какие-то бледноватые надо бы поставить ящики сюда потому что собачка тоже прыгает в этом месте и сломает черенок очень слабая гортензии получила заказывала заказывала людей не буду называть у кого но состояние гортензии ужасное два года за два года ничего не наросло третий сезон будет вот такое ужасное и подкармливала и почва нормальная поливала все делала как положено ничего из них не получается надо поставить ящик и перекрыть от этого дружка который везде очень важная почва очень мокро очень ты что там ищешь что ты там забыл выйти оттуда червяков ищешь ну да ну вот такие пионы видите какие нужно пионы сейчас подкармливать вот они вот такие почки маленькие когда вот только-только завязались пуговки какие пуговки вообще наверное 4 миллиметра вот сейчас нужно подкормить пути дальние поздно все еще цветет уже полностью раскрылся куст аквилиги не один здесь несколько кустов в таком месте красиво цветет каждый сезон вот все пионы 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 много кустов много кустов пионов огромное количество а вот и лилии они уже страдают от избытка влаги начинают клониться слишком много влаги для них боюсь не переживут сезон из-за таких ливневых дождей обещают еще больше все обработано и и пионы обработаны и лилии обработаны и конечно же флоксы уже обработаны несколько раз все очень слабое из-за дождей конька дала неплохой перерост после удобрения и полива и полива дождями дала неплохой прирост я ее тоже обрабатывала от болезни обрабатывала от вредителей нет работ не обработала обрабатывал один раз посмотрите что делается от избыточной влаги поросли грибы можжевельники обработаны были от ржавчины уже болеют ржавчиной но боюсь смол дождь дважды уже обрабатывала и дважды тут же через пару часов шел дождь подойду ко второму покажу такой слабый несчастный можжевельник вот она ржавчина я уже сняла этот холодец рыжий обработано все было дважды но идут дожди тут же через пару часов дожди дожди постоянно и не знаю что получится буду обрабатывать еще потому что на днях уже обещают прекращение дождей буквально еще пару дней и должны прекратиться дожди буду обрабатывать и нужно удалить одну из веток конечно же вот эта рыжая ветка ее наверное придется эту рыжую ветку наверное придется удалить уже второй год никак не восстанавливается и по минимуму буду стричь этот желтый можжевельник он больше подвержен грибковым заболеванием чем зеленые вот этот сизый он больше подвержен ржавчине и восстанавливается очень тяжело несмотря на подкормки на выработки пыталась сделать не баки из этого можжевельника никак не получается не нарастает а как нужно буду пытаться дальше но это карликовый сорт и его немножечко подпортил собака но буду продолжать конечно этим заниматься раз уж начала не знаю как кого а меня эта яркость весной радует мне нравится такие яркие пятна в саду мне кажется что это красиво а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!